Да, ссылку я сейчас выложила в чат. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Меня зовут Журова Инна Александровна, я учитель-могопед высшей квалификационной категории. Сегодня мы с вами поговорим о прищепках, узнаем, как с их помощью можно организовать коррекционно-развивающую работу с детьми дошкольного возраста. Информация, представленная мною, будет полезна специалистам дошкольных учреждений, воспитателям, логопедам, дефектологам, психологам и также, конечно же, еще и родителям. До пяти лет, как сказала Мария Монте-Сори, ребенок – это строитель самого себя, из чего бы то ни было. Она предлагала уточнять, утончать детские способности для развития моторики и сенсорики при помощи повседневных материалов и домашних предметов. В работе с детьми по развитию мелкой моторики, обучению диалогической речи, сенсорному воспитанию и формированию пространственных представлений можно использовать такие предметы-заместители, как бельевые прищепки разного цвета, размера, форма. Прищепки могут быть пластмассовыми или деревянными, разноцветными, декоративными. В магазинах товаров для флористики и рукоделия можно приобрести прищепки миниатюрные и даже гигантские. В нашем быту много интересных предметов, которые привлекают внимание детей. Пробки, крышки, пуговицы, киндеры, пластмассовые бутылочки и прищепки. Для нас это просто необходимые вещи, а для ребенка они могут стать интересными игрушками, зачастую превосходящими по своим развивающим свойствам покупные аналоги. Впервые игры с деревянными бельевыми прищепками, которые можно было прикреплять к корзине с тонкими краями, использовала Мария Монте-Сори, известный итальянский педагог. Но тогда эти предметы занимали незначительное место в ее педагогической системе. Что изменилось сейчас? В настоящее время промышленность выпускает самые разнообразные прищепки, различающиеся величиной, материалом, широкой цветовой гаммой. Будет ли ребенку интересно? На занятиях и в свободное время прищепки превращаются в различных животных, птиц, помогая педагогам развивать мелкую моторику, развивать сенсорные и пространственные представления, коммуникацию, речь, воображение. Главная цель использования прищепок – это, конечно же, развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста. Игры с прищепками – это развитие не только тонких движений пальцев, но и, по мнению Кольцовой, есть все основания рассматривать кисть руки как орган речи, такой же, как и артикуляционный аппарат. С этой точки зрения проекция руки есть еще одна речевая зона мозга. Игры с прищепками – это отличная тренировка для пальчиков, ведь нужно затратить достаточно стараний, усилий, чтобы прикрепить прищепку. Игры с прищепками хорошо развивают щепковый захват, способность перераспределять при щепковом захвате мышечный тонус. Обычные бельевые прищепки – это незамысловатый и доступный материал, который есть в каждом доме, а мелкая моторика – это основа для развития речи, памяти, мышления. Помним об этом. Такие игры познакомят малышам с окружающим миром, помогут интеллектуально развить ребенка, развить чувство ритма, конструктивное мышление, а также логику мышления и речь. Игры с разноцветными прищепками очень интересны и разнообразны. Они не только развивают мелкую моторику у детей дошкольного возраста, но и формируют представление о цвете, форме, величине, способствуют развитию ощущений собственных движений, стимулируют речевую активность детей. С помощью дидактических игр с прищепками можно изучать не только цвета, а также счет, алфавит, профессии, времена года, транспорт, все что угодно. Обычные бельевые прищепки – это превосходное развивающее пособие для детей и, что самое главное, доступное для нас с вами. Воспитанники проявляют особый интерес к играм с разноцветными прищепками. Развитие личности ребенка происходит через игру, близкую и понятную ему. Да, да, бюджетный, согласна. Я очень люблю такие игры, поскольку я же педагог все-таки в первую очередь. Там, где мы можем меньше потратить, но дать больше пользы нашим детям. Так вот, развитие личности ребенка происходит же через игру, которая ему близка, понятна. Прищепки лежат в разноцветных коробочках, контейнерах, в удобном месте для детей. Привлекают их внимание яркостью, необычностью, оригинальностью. Если прищепки прищепывать к разноцветным кружкам, то получим самые разные цветы – ромашки, васильки, подсолнухи и так далее. Прикрепив к зеленому треугольнику зеленые прищепки, мы можем получить елочку. А можно получить красивых бабочек, стрекоз, прикрепив прищепки к разноцветным овалам. Фантазировать можно вообще бесконечно. Играя с ребенком, не нужно забывать, конечно же, сопровождать все свои действия речью. Игры с прищепками являются обучающими и познавательными. Разноцветные прищепки не только способны заинтересовать ребенка, мотивировать его выполнить различные задания, но и помогают дольше сохранять работоспособность ребенка. Играя с разноцветными прищепками, дети советуются, обсуждают, радуются, если у них получается задуманное. Игры с разноцветными прищепками доставляют радость и веселье всем. Особенно они полезны, если пальчики ребенка действуют неуверенно, неловко. Игры с прищепками могут использоваться педагогами при реализации образовательных областей. Социализация, здоровье, коммуникация, труд, познание. Очень важно заниматься последовательно. Правая рука, левая рука, обе руки. Идем сначала удобная рука, неудобная рука, затем обе руки. То есть переходим от простого к сложному. Развивая движение пальцев рук, мы тем самым способствуем развитию интеллектуальных и мыслительных процессов ребенка, становлению его речи. Итак, кратко резюмируем. При выполнении игровых упражнений с прищепками решается несколько задач. Прежде всего, развитие мелкой моторики, формирование и развитие математических представлений, развитие чувства ритма, конструктивного мышления, формирование положительного настроя на совместную с взрослым работу. Опыт работы показал, что игры с прищепками вполне могут занять почетное место на полке среди других игрушек. Они вызывают большой интерес и способствуют обогащению их бытового и практического опыта. С какого же возраста можно играть в такие игры? Вначале стоит ребенка научить прищеплять прищепки, потом постепенно добавлять игровые элементы. Играть можно с двух лет уже. В возрасте трех-четырех лет можно играючи выучить цвета. Четыре-пять лет при помощи игр с прищепками можно изучать профессии, времена года и тому подобное. Пять-шесть лет с помощью таких игр легче уже запомнить счет и алфавит. Как же выбрать прищепки? Конечно, можно использовать прищепки, которые найдутся дома. Если вы хотите играть в разные игры с прищепками, необходимо будет купить несколько упаковок. Так как прищепки не являются товарами для детей, следует ответственно отнестись к их покупке. Есть несколько важных факторов, на которые необходимо обратить внимание при выборе прищепок. Это то, что прищепки не должны быть слишком тугими, чтобы малыш мог свободно их прикрепить и открепить. Они должны быть крепкими, чтобы не сломаться во время использования. Важным критерием также является цвет, который не должен быть ядовито-ярким и отсутствие запаха. В зависимости от цели необходимо подбирать разные прищепки. Для игры в рыбалку подойдут прищепки с металлическими кольцами. Для театра деревянные прищепки с плоской поверхностью, на которую легко приклеить шаблоны из бумаги. Об этих играх и других я расскажу немножко позже. Какие же предъявляются требования к играм с прищепками? Итак, перед игрой показать детям, которые не пользовались прищепками, принцип работы с ними. Объяснить правила пользования прищепками. Перед работой с прищепками можно провести подготовительные упражнения, поиграть пальчиками. При проведении игр важна последовательность. Помним, что идем от простого к сложному. Не следует ожидать немедленных результатов, так как автоматизация навыка вызывается многократным его повторением, если задача образовательная. Не давайте ребенку готовых образцов, побуждайте ребенка к действию с помощью поисковых вопросов. Игры должны проводиться, конечно же, по желанию ребенка на положительном эмоциональном фоне. Приобщая ребенка к играм, мотивируйте его на интересное задание. Используем загадки, стихи. Выполнение этого задания должно способствовать развитию самостоятельности, ручной умелости. Никогда не начинайте игры, если ребенок неважно себя чувствует или увлечен какой-либо другой игрой. Недопустимо переутомление в игре, которое может в итоге вызвать негативизм. И соблюдаем технику безопасности с мелкими предметами. Существует много разновидностей игр с прищепками. В ходе подготовительного этапа педагог показывает детям прищепки и рассказывает об их предназначении в быту. Ребятам предлагается взять прищепки в руки, рассмотреть их внимательно, поиграть с ними. Взрослый показывает каждому малышу, как удерживая тремя пальчиками прищепку, можно прикрепить ее к краю небольшой картонной или пластмассовой коробки. И сопровождает свои действия словами. Как пример. Наша мамочка устала, всю одежду постирала. Милой маме помогу, все прищепки соберу. Затем ребенку следует показать, как прищепка может открыть и закрыть ротик. Для этого, удерживая прищепку в горизонтальном положении, большим и указательным пальцами, раскрываем ее. В этот момент локоть опирается на поверхность стола. Далее педагог предлагает малышу самостоятельно помочь прищепке раскрыть и закрыть ротик. При возникающих затруднениях взрослый сжимает пальчики ребенка, обращая внимание малыша на то, что нужно сильно нажать, чтобы ротик прищепки раскрылся. Далее прищепка превращается, например, в волка, в педагог, а затем и ребенок ритмично открывает и закрывает волчью пасть. При этом можем проговаривать следующий текст. «Серый волк зубами щелк, не боимся тебя, волк». Или можно смастерить вот такую акулу. Вы можете скачать презентацию с этой схемой, чтобы уже самостоятельно сделать такую акулу. На самом деле вариантов много. И вот тоже еще варианты перед вами на экране. На самом деле вариантов очень много. Когда ребенок уже научился... Так, по поводу презентации. Не видно, да, презентации? Уважаемые участники. Все ли хорошо видно, слышно меня? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Спасибо огромное. Все, все отлично, да, все хорошо, спасибо. Так, и когда ребенок... Прекрасно, тогда все хорошо, можем продолжать. Когда ребенок уже научился пользоваться прищепками, постепенно вводите в игру дополнительные элементы в зависимости от возраста ребенка. И чтобы игра была интересной для ребенка, можно прикреплять прищепки по тематике. Лучики к солнцу, иголки к ежику, лепестки к цветку, ушки к голове зайчика. Для этого нужно, соответственно, сделать заготовки солнцем, ежиком, цветка, зайчика. Я делаю, знаете, как на картонной основе, затем ламинирую. Чтобы дольше можно было использовать, очень удобно. При этом игровую деятельность можно сопровождать стихотворными текстами. Например, елочка. Дети получают по коричневому узкому прямоугольнику из картона или пластика. Это ствол елочки и несколько пар прищепок зеленого цвета. Произнося текст, они ритмично прикрепляют прищепки к прямоугольнику с обеих сторон. И проговаривают. Вот, да, фетр, да, 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 очень удобно. Спасибо. Проговаривается следующий текст. Елочка. Елочка, полки, иголочки. Веточки пушистые, шишечки смолистые. Это текст Натальи Валентиновны Нищевой. Или, например, игра солнышка. Дети получают по желтому кругу из картона. Еще можно использовать пластик желтого цвета. Я еще беру, у нас в магазине лента есть такие яркие, красочные, одноразовые тарелки. И я их покупаю, использую. И также набор прищепок желтого цвета. Произносится текст. Дети ритмично прикрепляют прищепки по кругу. Какой текст? Есть у тарелки круглое донце. Похоже, тарелка на желтое солнце. Лучики солнышком сделаю я. Вот удивится мама моя. Или упражнение ежик. Дети отгадывают загадку. Получают плоскостное изображение ежа. Без иголок. И комплект прищепок. Прекрасно, если серого цвета. Или коричневого. Произносим текст. Они ритмично прикрепляют прищепки к плоскостному изображению. Проговариваем. Кто фырчит под лапкой елки, растопырились иголки. Быстрые листья тащат в норку, делает в лесу уборку. Когда дети научатся надевать и снимать прищепки, можно предложить им различные игры-задания. Для маленьких детей игра «Найди прищепку». Надо попросить ребенка, чтобы он вышел из комнаты или закрыл глаза и не видел, что вы делаете. Убедитесь, что ребенок не подсматривает развестием прищепки по разным местам в комнате. Например, на шторы, игрушки, мебель и тому подобное. Обращайте внимание на то, чтобы ребенку было удобно дотянуться до прищепки, которую он найдет. Потом попросите малыша найти все прищепки, сложить их в коробочку или в корзинку. Когда, как только ребенок найдет прищепку, обязательно, конечно же, нужно похвалить его. Если не получается, то тогда подбадриваем. Какие же можно использовать игры с прищепками для развития мелкой моторики? Вообще все игры с прищепками способствуют развитию мелкой моторики. Исходное положение для каждого упражнения – это согнутая в локте рука, стоит на столе, прищепка удерживается указательным и большим пальцами параллельно столешнице. Ритмично открываем, закрываем прищепки по ходу проговаривания текста. Например, лиса. Хитрая плутовка, рыжая головка. Ротик открывает, зайчиков пугает. Или крокодил. В зоопарке воробей пообедал у зверей, а зубастый крокодил чуть его не проглотил. Игра «Разговор животных». В этих упражнениях дети последовательно открывают до упора и закрывают прищепки в обеих руках в сопровождении чтения стишков. Например, двое маленьких голчат. Целый день в гнезде кричат. Открывают рты голчата, потому что есть хотят. Что за звуки у пруда? Квасу, квасу, нам сюда. Квасу, квасу, просто кваши, надоела нам вода. Подойдут и другие подобные четверостиши. Игра «Поможем маме». Для игры необходимо оборудование. Тазик с кукольной одеждой. Можно подготовить бумажную одежду. Натянутая веревка, прищепки. Ребенок развешивает белье, сопровождая движение словами. Наши маме помогали, всю одежду постирали. Надо все теперь сушить, на прищепке зацепить. Стихотворение. Вы знаете, у меня уже собрана картотека этих четверостиши. Вот то, что я озвучиваю. Вы можете, у нас вебинар будет в записи. Вы можете тогда воспользоваться записью вебинара и записать. Игра, например, бусы. Прищепки можно нанизывать на шнурок. Получаются красивые бусы. Можно усложнить задание, при этом предложив ребенку чередовать прищепки по цвету. С помощью прищепок можно делать массаж пальцев. Целители Древнего Востока знали, что на поверхности тела человека несколько сотен биологически активных точек и зон. Известно, что управлять своим здоровьем можно при помощи стимуляции биологически активных точек на ладонях и пальцах рук. Издревле восточные врачи воздействовали на эти точки, улучшая состояние организма. Каждому органу соответствует точка на ладони или на ступне. Самолечение стимуляторами основано на утверждении, что воздействие на точку соответствия равносильно воздействию на больной орган. Воздействуя на них с помощью прищепок и других средств, можно регулировать работу всех органов. Я после вебинара еще раз посмотрю, что там ссылка вообще, она должна быть открыта. Если вдруг все-таки не получится, то тогда напишу свой адрес электронной почты, чтобы вы могли тогда написать мне, а я вам тогда пришлю. Хорошо? Найдем выход из ситуации. Итак, если подключать веселый стихик, так мы еще здесь развиваем и речь, память, и поднимаем настроение себе и нашим деткам. Так, да, хорошо, это тоже будет. Какие можем использовать стихотворения, когда делаем массаж прищепками? Мы веселые прищепки, коль поймаем, держим крепко. Раз, два, три, четыре, пять, прищепки будем мы катать. Прищепка лежит на левой руке, любуемся ею, покачиваем головой право-влево, накрываем ее правой рукой и прокатываем между ладонями. А вот, открылась. Спасибо огромное. Там, знаете, что еще какой момент? Заархивированы материалы. Если у вас может не открываться этот архив, видимо, нет программы на компьютере. Бесплатная программа, архиватор, которая позволит открыть эти материалы. Еще стихотворение. Большой пальчик мы поймаем и немного покачаем. Указательный поймаем и немного покачаем. Средний пальчик мы поймаем и немного покачаем. Безымянный мы поймаем и немного покачаем. И мизинец мы поймаем и немного покачаем. Раз, два, три, четыре, пять. Прищепки будем мы катать. Здесь мы ловим соответствующим, интересно, ловим указательный палец, средний палец и так далее, прищепкой и качаем. Еще вариант бельевой прищепкой на ударной слоге стихотворения. Поочередно кусаем ногтевые фаланги от указательного к мизинцу и обратно. После каждого густишая смена рук стихотворение кусается сильно котенок глупыш. Он думает, это не палец, а мышь. Но я же играю с тобою, малыш. А будешь кусаться, скажу тебе кыш. Какие можно использовать игры для сенсорного развития? Например, использование прищепок одного цвета. Педагог предлагает ребенку сделать ежику колючки, хочет нажимать пальчиками на прищепку, чтобы она открылась. Когда ребенок закончит выполнять задание, надо спросить его, прищепки какого цвета он использовал. А затем предложить снять прищепки, проследив, чтобы ребенок снова делал нажим на прищепку и открывал ее. Цветные коробки. На боковые части или дну однотипных картонных коробочек приклеиваются цветные кружки. Используются прищепки четырех основных цветов. Малышу предлагается прикрепить к краям каждой коробки прищепки соответствующего цвета. Позже можно внести элемент соревнования. Кроме того, можно предложить эту игру четверым детям. Каждый ребенок выбирает и прикрепляет к краю соответствующей коробки прищепку того цвета, который ему назвал педагог. Проговариваем. На донышке коробки огонек горит. Какие брать прищепки? Он нам говорит. Ты выбирай, не путай, внимательно смотри. Такую же по цвету прищепку прикрепи. Вариант этой игры «Сказочный домик». Возьмите обычную коробку. На каждую коробку наклейте разную цветную бумагу. Расскажите ребенку о том, что это не коробочка, а сказочный домик, где каждая комната окрашена в свой цвет. А прищепки – это наши человечки, которые живут в домике. Они вышли погулять на улицу и забыли, где живут. Помоги им найти свои комнаты. Можно усложнять и нарисовать цифры на каждой стороне коробочки и попросить ребенка прикрепить такое количество прищепок, которые соответствуют нарисованной, написанной вам мне цифре. А когда ребенок устанет играть, пусть побросает прищепки внутрь коробки домика, человечки пошли спать. Закройте его и потрясите. Послушай, как гремят прищепки. Выстраиваем заборчики. Здесь предлагаем прищепки четырех цветов соответствующего цвета, картонные полоски. Малыш делает штакетник, цепляя прищепки картонки, подходящие по цвету. Можно усложнить задание, чередуя прищепки. Зубастики. Здесь мы с вами предлагаем ребенку, говорим. Жили-были разноцветные зубастики. Какого они цвета? Красный, желтый, синий, зеленый. Зубастики любили все грызть. Но каждый зубастик выбирал только предметы своего цвета. Красный зубастик ест помидор, желтый за грушей полез за забор, синий ест сливу, вот молодец. Зеленый зубастик ест огурец, ребенок угощает зубастиков. Игра формы и фигуры. Нам понадобятся карточки сектора с изображением фигур и форм, цветные бельевые прищепки с изображениями предметов. Дети подбирают каждому сектору изображение предметов, повторяющего данную форму или фигуру. С помощью прищепок можно разыгрывать целые сказки. И проговариваем ребенку. Много сказок есть на свете. Сказки любят все-все дети. Сказки учат нас добру, уму, разуму, труду. Учат дружбы дорожить и вообще, как надо жить. Предлагаю вам, ребята, в сказочку отправиться. Мне затея это очень даже нравится. Игра на лесной полянке. Ну, теперь нам всем туда. Ой, а тут беда. Посмотрите-ка сюда, растеряли елки, все свои иголки. Стали наши елки, ну, совсем не колки. И березки рядышком погрустнели, потому что веточки их опустили. Потому что помощь нам их нужна. Приступайте, детвора. Дети приделывают елочкам, иголочкам, деревцам листочки и так далее. Разыгрываем сказки. Следующие это игры, которые направлены на развитие творческого воображения. С этой целью можно использовать прищепки в качестве конструктора. Соберите из прищепок робота, самолет, оленя и так далее. То есть здесь на что хватит фантазии. Следующие это игры с прищепками на развитие конструктивного мышления. Игра, веревочка, привязать между двумя стульями веревку до одного метра. Дети по показу нанизывают прищепки одного размера на веревку средней толщины. В качестве усложнения дети действуют только по словесной инструкции. Можно изменять толщину и длину веревки. Изменить размер прищепок. Надевать прищепки только левой рукой. Какие могут быть варианты заданий в игре веревочка? Кто больше нанижит прищепок за 1-2-3 минуты, пока играет музыка? Кто быстрее наденет 10 прищепок? Надень прищепки в следующей последовательности. Красная, синяя, желтая. Без разницы, как вы там выстроите. Продолжим цепочку из прищепок. Большая, маленькая, средняя и так далее. Надевай прищепки так. Одну левой рукой, вторую правой и так далее. Повесь на прищепки платочки, ленточки, плашки. Надень небольшие прищепки на толстую веревку, а маленькие на тонкую. Украсим коробочку. Дети по инструкции надевают прищепки на верхние края коробки. Усложнение использовать прищепки разного размера, цвета, оформления. Коробки могут быть разного размера. Дети могут работать левой рукой. Какие еще, какие могут быть варианты к игре коробочка? Надень на каждую коробку по 3, 4 или 5 одинаковых прищепок. Надень на каждую сторону коробки по 2, 3, 4 прищепки разного цвета. Надень на каждую сторону коробки по 3 прищепки по порядку. По порядку. Большую, среднюю и маленькую. Как можно играть с целью развития внимания, памяти? Игра «Посмотри, запомни». На крае прямоугольного листа, картона или ДВП, расположенного вертикально, надеваются от 3 до 8 прищепок с изображением конкретных предметов. Сердечко, лягушка, флажок и тому подобное. Ребенку дается инструкция. «Посмотри, назови предметы на прищепках по порядку и запомни». Затем прищепки убираются. Ребенок по памяти надевает прищепки в такой же последовательности. Можно использовать прищепки с изображением геометрических абстрактных фигур. Игра чего не стала. На край листа, картона или ДВП, опять же, можем взять, ребенок надевает 3, 4, 5, 6 прищепки с прикрепленными картинками предметов. Ребенок должен запомнить ряд, называя по порядку предметы на прищепках. Ему предлагается закрыть глаза и убирать одну прищепку. Малыш называет, с каким предметом пропала прищепка, надевает ее. Затем убирают другую, не меняя первоначальную последовательность прищепок. Можно использовать прищепки с изображением цифр, геометрических фигур. По поводу почты я напишу вам свою, просто у нас не сохранится запись ваших адресов. И будет удобнее, если... Сейчас я тогда, давайте, напишу сразу свой адрес электронной почты. И вы тогда уже сможете мне написать... Итак, вот он, мой адрес. Только единственное, где Журова, в середине 0. Обратите внимание, это 0. Журова.инна, без пробелов, собака.яндекс.ру Итак, какую же я игру? Сейчас вспомните. Игра... Так, что изменилось? Ребенок надевает на край картона, либо ДВП прищепки с изображением разных предметов. Ребенок должен посмотреть, запомнить предлагаемый ряд. Закрывает глаза. Взрослый меняет местами две прищепки. Малыш восстанавливает первоначальный ряд. Можно не менять, а добавить одну прищепку, или убрать две, или вообще ничего не менять. Также мы можем использовать прищепки с целью развития пространственных представлений. Довольно часто нашкольники испытывают трудности при овладении пространственными представлениями. Некоторые дети плохо ориентируются как в схеме собственного тела, так и на плоскости. Как показала практика, при ознакомлении со схемой тела эффективно использование прищепок в качестве материальной опоры, обозначающей такие абстрактные понятия, как право-лево. Каждому ребенку предлагается яркая прищепка, которая прикрепляется им к правому рукаву своей одежды. Эта прищепка служит для дошкольникам таким зрительным напоминанием при выполнении заданий, которые требуют определения правой и левой руки, правой и левой стороны собственного тела. И затем уже позже правой и левой стороны листа бумаги, уже когда работаем с плоскостью. Проговариваем ребенку, чтобы ему проще было запомнить, чтобы у него ярче был образ. У тебя на рукаве огонек горит. Это правая рука, он нам говорит. Следующие дидактические игры с использованием прищепок окажут неоценимую помощь в данном направлении педагогической работы. Это, например, игра «Слон и собака». Цель – формирование пространственных представлений право-лево. Нам понадобятся две крупные игрушки, прищепки по количеству детей. И взрослый прикрепляет одной половине детей прищепку к правому рукаву одежды, а другой половине – к левому. Затем он сажает на два стула крупные игрушки. Например, берем слона и собаку. Опять же, что у вас есть? И сообщает детям, что слон собирает в свою команду тех, у кого прищепка на левой стороне. По сигналу взрослого, это может быть звон колокольчика или удар в бубен, дети встают друг за другом к стульям с игрушками. Затем слон и собака проверяют, не перепутал ли кто из ребят свою колонну. Следующее очередование прищепок по цвету. Педагог предлагает детям рассмотреть солнышко, у которого уже есть лучики с чередующимися прищепками двух цветов. Предлагает найти закономерность и продолжить составлять лучики в определенном порядке. Это позволяет не только развивать мелкую моторику, а также восприятие, внимание, память, мышление. Затем задание усложняется. Дети следуют уже словесной инструкции взрослого. Можно предложить детям найти и исправить ошибку, которую допустил какой-нибудь персонаж. Например, незнайка, игра «Волшебный ряд». Ребенок надевает на верхний край листа ДВП или картона, который закреплен вертикально, 10 прищепок с изображением конкретных предметов, цифр геометрических форм. Называет предметы, изображенные на прищепках. И выполняет инструкцию. Дай прищепку, которая находится слева от флажка, справа от цветка и так далее. Или дай четвертую, дай вторую, дай пятую. Усложняем. Прищепку слева, справа от чего-либо. Или игра «Сделай сам». Ребенку предлагается надеть на край листа картона три прищепки с изображением конкретных предметов на расстоянии друг от друга. Затем, давая ему по одной прищепке, выполнить инструкцию. Надень эту прищепку слева от, надень эту прищепку справа от, надень эту прищепку между и так далее. Игра «Скажи сам». Ребенок надевает 10 прищепок с изображением конкретных предметов на край листа, опять же, картона и отвечает, где находится флажок или где находится цветок. Например, флажок слева от цветка и справа от сердечка и тому подобное. С помощью прищепок мы с вами можем и обогащать словарный запас. Поскольку ребенок все предметы оречевляет, взрослый читает стихотворение, ребенок в соответствии с его ритмическим рисунком, работаем еще и с ритмом заодно, открывает и закрывает прищепки, имитируя тем самым диалог стихотворных персонажей. Например, собака и щенок. Гав-гав-гав, собака лает. Мой сыночек подрастает. Гав-гав-гав, щенок сказал. И за котенком побежал. Можете использовать разные стихотворения, не принципиально. Игра «Кто что ест». Игра представляет собой круг, который разделен, возьмем условно, на 12 частей. В каждом секторе круга изображена типичная еда для животных, мордочки которых мы, педагоги, предварительно вырезаем и приклеиваем к прищепкам. Предложите малышу накормить животных. Это прекрасная дидактическая игра, которая не только познакомит ребенка с любимой едой, слона, например, панды, но и заинтересует его прищепками. Игра «Овощи». На фигуру овощей, свеклы, лука, моркови. Крепим прищепки зеленого цвета. Это у нас будет ботва. Урожай мы собирали и ботву всю оборвали. Мы листочки прикрепляем, сразу овощи узнаем. Игра «Живая и неживая природа». Предложите ребенку красными прищепками ответить картинки с живой природой, а синими с неживой. Усложняя, выбираем картинки, сделанные руками человека. С помощью прищепок мы можем автоматизировать звуки. Каким образом? Педагог выкладывает на столе круг и прищепки с картинками. Ребенок берет прищепку с предметной картинкой, называет ее, прицепляет на круг. Взрослый следит за четкой и правильной речью ребенка. Также можно параллельно с проговариванием и прикреплением прищепок с картинками. Хорошо. Спасибо тоже и за ваш опыт. Можем добавлять и другие игры, направленные на развитие речи. Да, есть игры на диске. Можем использовать игру «Четвертый лишний». Исключаем неправильную прищепку. Играем в игру «Один много». Называем картинку во множественном числе. Игра «Скажи ласково». Называем картинку в уменьшительно-ласкательной форме. Чего не стало. Ребенку нужно рассмотреть и запомнить картинки. Далее взрослый убирает одну прищепку с картинкой. Ребенок называет «Чего не стало». Мы здесь с вами не только автоматизируем поставленный звук, но еще и развиваем грамматический строй речи. Можно проговаривать чистоговорку. Просим ребенка бельевой прищепкой поочередно кусать ногтевые фаланги от указательного к мизинцу и обратно на ударные слоги чистоговорки. «Ла-ла-ла» – ко мне летит пчела. «Лы-лы-лы» – жало у пчелы. Опять же, тоже работаем еще и с ритмом. Аналогичным образом автоматизируем и другие звуки. Также с помощью прищепок мы можем с вами развивать фономатические процессы, а также звукобуквенный анализ. Предложите ребенку прикрепить прищепки синего цвета к тем картинкам, которые начинаются, например, на звук «м». Или картинки, в которых заданный звук находится в середине или в конце слова. Звуковые домики. Возьмите три листа плотного картона – красный, синий, зеленый. Вырежьте из них домики. В красном домике будут жить прищепки красного цвета. В синем домике – прищепки синего цвета, а в зеленом домике – прищепки зеленого цвета. Предложите ребенку с помощью разноцветных прищепок изобразить звуковые схемы слогов, слов. При этом комментируем, конечно же, свои действия. Например, в слове «код» три звука. Первый звук «к», согласный, твердый, глухой, я отмечу его с синей прищепкой. Второй звук «о», гласный, я отмечу его красной прищепкой. Третий звук «т», согласный, твердый, глухой, я отмечу его с синей прищепкой. Игра, например, буквы и слоги. Отмечаем слова, которые состоят из одного слога красными прищепками, из двух слогов синими. Можно на карточке написать различные слоги и составлять из них слова, отмечая их прищепками. Вариант этой игры может быть следующим. Если в слове один слог, то ребенок прикрепляет к картинке одну прищепку. Если два слога, то две прищепки и так далее. Уже проговаривал, начинал говорить, что мы можем с помощью прищепок развивать и грамматические строй речи. В качестве дополнения, игра, художник, даем ребенку силуэты зайки без ушек. Это зайчик. У зайчика не хватает чего? Ушей. И он прикрепляет пальчиками прищепки. Это ушки. Далее отрабатываем по аналогии. У медведя нет чего? Хвоста и тому подобное. По поводу вокала тоже можно. Ну, здесь я, конечно, не педагог по вокалу. На что хватит вашей фантазии? Можем использовать. Я вам как примеры привожу. Вы можете разнообразить, конечно же, игры, дополнив самостоятельно. Также с помощью прищепок мы можем развивать связанную речь. Разыгрываем различные сценки с детьми дошкольного возраста. Используем сказочных персонажей из прищепок. Можно превратить рассказывание сказки, стихотворение, рассказа в игру-драматизацию. Одной из разновидностей театрализованной деятельности является театр как раз-таки на прищепках. И эта игра также полностью зависит от вашей фантазии. Для выполнения театра на прищепках не требуется какого-либо специального материала. Потребуется деревянная прищепка различного цвета. Плотные, желательно, двусторонний скотч, бусины, кусочки кружев, акриловая краска, кисточка, что еще? Универсальный клей, карандаши, ножницы, калька, детали туловища. Главные герои – это фигурки, которые изготовлены на прищепках с различными элементами декора. Ткани, украшения, картона, бросового материала и так далее. То есть вы можете и нарисовать на прищепке, вы можете дополнительно, например, распечатать картинку, приклеить к прищепке и использовать их в играх драматизации. Можно прищепки использовать при обучении письму. Вот перед вами картинка, такой пистолет с авторучкой, зажатой в прищепке, помогает заменить правильное положение пальцев при письме. Использую также еще в русском языке, при изучении русского языка. На экране карточки со словами. Я эти карточки распечатываю, ламинирую, к прищепкам приклеиваю буквы. Как можем играть? Можно читать слова, можно подбирать пропущенные буквы, можно сделать звукобуквенный анализ. Можно из слов составлять предложения, можно к словам подбирать прилагательные, можно переписывать эти слова. Можно, вообще все можно, что придумаете. Карточки есть вот эти, кстати, в той папке на диске. С помощью прищепок мы можем развивать математические представления. Извините, пожалуйста, застук, к сожалению, ничего не могу с этим сделать. Сотнесение количества прищепок с цифрой. Учимся соотносить цифру с количеством предметов в пределах пяти. А зачем переучивать вопрос? Сейчас уже достаточно много исследований по этому поводу. И исследования ученых говорят о том, что ни в коем случае нельзя переучивать ребенка. Потому как у него потом идет же напряжение. И как следствие напряжения это различные психосоматические заболевания. Поэтому давайте подумаем, насколько нам все это нужно, чтобы было это у наших детей. Следующий цветной круг в игре предназначен для четырех-пяти лет. Закрепляются основные промежуточные цвета и одновременно знания цифр и счета. Если не удается подобрать прищепки по цвету, то можно на деревянные изделия наклеить полоски соответствующих цветов. С прищепками можно даже играть в подвижные игры. Здесь, например, количество игроков варьируется от пяти до пятнадцати. Дайте каждому играющему пять прищепок. Смысл в том, чтобы избавиться от этих щипающих предметов. Это можно сделать только прицепив прищепки на кого-то другого. На его одежду, обувь или волосы. По команде ведущего все начинают бегать и цеплять прищепки друг на друга. При этом надо ловко поворачиваться, чтобы самому не стать, скажем так, прищепочным деревом. Если прищепка упала, хозяин должен ее поднять. Нельзя снимать с себя прищепки. Кто первый избавится от своих прищепок, тот главный победитель. Играют до тех пор, пока не определяется несколько победителей. Еще очень тоже хорошая игра. Здесь есть чувство ритма, формируем, с вами развиваем. Нейропсихологическая игра. Можно предложить ребенку надеть либо на ДВП, на лист ДВП, либо на картон. Разное количество прищепок. Например, одна прищепка, две прищепки, потом три прищепки и так далее. Очень хорошо использовать еще дополнительно музыкальное сопровождение в качестве ритмизации. Вот сейчас попробовала такую мелодию. Китайская кукушка. Найдите в интернете, она и есть. Детям, во всяком случае, моим очень нравится. И я предлагаю им в соответствии с этой музыкой почувствовать, услышать этот ритм. И увидим, сколько прищепок. Соответственно, столько раз мы хлопаем. И таким образом дальше идем. То есть, сколько вы там прикрепите этих прищепок, это уже ваше дело. И это лишь некоторые игры с использованием прищепок. В рассылке вы можете скачать шаблоны этих игр. Главная цель использования прищепок в игре, конечно же, помним развитие тонких движений пальчиков. Что благотворно влияет на речевую зону мозга. Играйте с детьми, развивайте их, демонстрируйте им все, что только вы можете. Исключительно в этом случае можно полноценно развить малыша. Фантазируйте вместе с ребенком. И вы получите не меньше удовольствия от игр, чем малыш. Спасибо за внимание. Я сейчас еще раз продублирую свою почту. Посмотрю ту ссылку. Что там с ней может быть не так. Но, возможно, говорю, дело в том, что нужна программа для того, чтобы разархивировать. Итак, вот мой адрес электронной почты. Если вдруг все-таки не получится. К сожалению, я не смогу сейчас копировать ваши адреса. Они мне будут недоступны. Мой адрес я выложила. Журова.иннасобакаяндекс.ру. Только Журова через ноль пишем. Спасибо вам огромное за ваши отзывы. Очень приятно, что вебинар оказался полезным. По поводу двух рук. Да, амбидокстрия. Прекрасно активны оба полушария головного мозга. Я еще и нейропсихолог. Поэтому прекрасно, если мы с вами настраиваем детей так. И включаем больше упражнений, которые направлены на активизацию обоих полушарий головного мозга. Но это тема уже другого вебинара. Иначе мы так с вами будем очень долго разговаривать. Если интересна эта тема, то, отметьте в комментариях. Мы постараемся включить эту информацию в один из ближайших вебинаров. Еще раз спасибо вам за то, что были с нами. Спасибо за вашу активность, за ваши отзывы. Для нас это очень важно. Ждем вас на наших вебинарах. Продолжение следует...